После голосования и принятия закона зал парламента взорвался аплодисментами. Завтра голосовали 56 депутатов против 38. Обструкция, ночные заседания, бесконечные 10-минутные паузы, чуть ли не полторы сотни поправок. Для коалиционных партий все это осталось позади, и они сумели принять скандальный закон об административной реформе. Если после добровольного объединения останутся самоуправления, не выполняющие критерии, в следующем году правительство представит им предложение по добровольному объединению. Если и эта мера не будет успешной, правительство осуществит их принудительное слияние. Нужна ли вот эта административная или принудительная стадия реформы? Но без этого не было и добровольного. Это и процессы, что уже началось в Эстонии. И я надеюсь, что, в чем я вижу положительно, что очень многие поправки от нашей фракции, которые связаны как раз с тем, чтобы местные, скажем, маленькие общины и села или маленькие городки, которые останутся теперь, может быть, как будто еще меньше, что, во-первых, у них будет юридическая сила. Члены центристской фракции Риги Когу не поддержали сегодня в третьем и окончательном чтении законопроект по административной реформе, поскольку, как отмечали центристы и раньше, он не решает проблему регионов. Новый закон предлагает половинчатое решение, которое ничего не дает местным самоуправлениям. А по наполнению закона с содержанием правительство не было готово идти на компромисс. Вопросы финансирования, образования, распределения обязанностей, доводы оппозиции так и не были услышаны. Никто не спорит, что Эстония нуждается в административной реформе, но не в таком виде. В итоге принятая сегодня реформа стала лишь механизмом перерисовывания карты, а для ее реализации необходимо поменять еще 18 законов. Голосовавшие за законопроект депутаты, по сути, купили кота в мешке. Нам кажется, что существующие сегодня проблемы самоуправления лишь усугубятся. Да, обещали вернуть отобранные в кризис деньги. Только на самом деле в течение 10 лет правительство урезало каждый год по 40 миллионов, а спустя время вернут только 25. Оппозиционеры от свободной партии также не скрывают своего разочарования. По словам Артура Тальвика, когда они шли в Риги, Коготу были полны надежд донести нужды своих избирателей до коалиции, учитывать мнение народа. Только вот на деле все оказалось несколько иначе, и принятый сегодня закон еще одно тому подтверждение. Мы очень оптимистически посмотрели на этот закон в начале и думали, что тоже слушают коалиции наши предложения, которые были точно, чтобы усилить вот это решение на местах. Но что случилось, это все напротив пошел. И наше мнение сегодня, что с этим законом основные партии и центральная власть усилит свою позицию. Но коалиция ликует. По словам премьер-министра Тави Рывеса, принятый во вторник Риги Кого закон об административной реформе, является важным шагом по повышению конкурентоспособности сельских регионов, созданию более сильных местных самоуправлений и лучшей организации местной жизни. И отметил, что уже сейчас переговоры о слиянии ведут 178 местных самоуправлений, то есть 83,5%. Впрочем, время покажет, как изменится жизнь деревень и сел, и действительно ли власти страны все продумали. А главное, хватит ли средств на обещанные щедрые дотации. Екатерина Плеховича, Савскалецкий, Первый Балтийский канал.